Доброго здравия, мои юные зрители! Я продолжаю свои сказки для вас, которые вьются, как волшебные ниточки обережного клубочка, что подарила девочке Ермила великая берегиня нашего леса. Лес наш волшебный, он приобщает к кругу жизни. И сегодня мы с вами узнаем, что же это за круг жизни и как он связан с солнечным светом. Давайте продолжим наше путешествие в волшебный лес вместе с девочкой Ермилой. На волшебной поляне берегиня сидела в окружении зверей, птиц, которые радостно внимали ее мелодичному, очень мягкому голосу, который обволакивал буквально каждую клеточку тела. Ермила всем сердцем открыла свое сердце потоку того знания, что дарила ей сказочная берегиня. В жизненном круге, в круге жизни мы все помогаем друг другу. Если мы перестанем помогать друг другу, то этот круг распадется. Поэтому те, кто выходит из этого круга, они не возвращаются уже в круг жизни. Ведь самое главное правило, нужно обязательно отдавать в этот мир добро, для того, чтобы добро к тебе возвращалось. Нужно отдавать свет, чтобы свет к тебе возвращался. Вот посмотрите, наши лесные пчелы, как много они трудятся для того, чтобы создать мед. Мед, который радует всех наших поэтов, всех наших певцов и певиц. Птицы радостно запели, а медведи встали и поблагодарили пчел. Ведь именно благодаря этому меду они вкушают знания древности, знания волшебного леса. В лесу все помогают друг другу. Берегиня напомнила, что вскоре будет великий-великий праздник, праздник мирового древа. И нужно, чтобы все мы собрали свои силы для этого прекрасного праздника. Понимаете, сказала Берегиня, Люди понимают праздники солнца по нам. Когда прилетают птицы с юга, они понимают, что нужно проводить весенние праздники. Когда вы собираетесь в стае, кружите над землей и призывно кричите, улетая вновь на юг, потому что впереди зима, они понимают, что нужно благодарить осень, исправляют осенние праздники. Каждый день мы даем подсказки людям. Когда проливается дождь или идет снег, когда светит солнышко, и когда птицы сильно и мощно поют по утрам, люди понимают, что им делать. Это подсказки. Поэтому, Гермила, если ты будешь в нашем общем круге жизни слушать подсказки природы, твое сердце не даст тебе сбиться в пути. Это будет твой светоч, который всегда покажет правильный путь. А ведь праздники Древа Жизни – это праздники Солнца. И запомни, моя девочка, одну великую тайну. Солнце каждый год живет всю жизнь. Все звери повторили. Солнце каждый год живет всю жизнь. Оно в течение года растет и показывает нам, как можно очень быстро набрать мощный-мощный опыт, который помогает нам стать мудрыми и знающими. Рождается Солнце совсем маленькой лялькой, маленьким ребеночком и называется каляда. Все радостно засмеялись, потому что вспомнили веселые калядочные праздники. День рождения нового Солнца всегда сопровождается радостью в нашем волшебном мире. У нас все веселятся, и лешие веселятся. И даже те, кто спит в берлоге, они во сне веселятся, потому что во сне тоже можно праздновать праздники. И это замечательное время рождения нового Солнца. А дальше Берегиня продолжила. Растет, растет, растет Солнышко и уже превращается из маленького ребеночка Солнышко на весеннее равноденствие. Оно становится подрастающим Солнцем, то есть подростком. То есть Солнышко становится ерило. Это уже соответствует у вашем мире людей, юноше, который полон сил, парень, который полон сил и энергии, который может защищать свою родину, который может пахать на земле, который может выполнять всю работу, необходимую по дому и пространстве своей жизни. Дальше он становится мужем, то есть уже мужчиной, который создает крепкую семью. Это соответствует времени купалы, летнее солнцестояние. А на осень наше Солнышко становится дедушкой-хорством. То есть это уже дед, который имеет внуков и который свой богатый урожай передает детям. «Как интересно», — воскликнула Ермила, «мы живем по Солнышку, и Солнышко каждый год дарит мудрость для всех поколений людей, и для меня, и для моего брата, и для моей мамы с папой, и даже моим бабушкам и дедушкам. За целый год оно успевает подарить свет всем». «Ты способна учениться», — сказала Берегиня. «Действительно, солнце помогает всем, и надо уметь взять эту солнечную силу». И вот в следующий раз, когда ты вернешься сюда снова, я думаю, ты расскажешь о том, какой праздник Купалы состоялся в вашем селении. «Ты расскажешь, потому что придешь сюда за жар цветом перуновым, который расцветает только три мига в волшебную купальскую ночь». Вот такая сказка. Будем теперь мы с вами ждать этого времени, когда пойдет Ермила за купальским жар цветом. А я, кот Баюн, хочу напомнить, обязательно звоните в колокольчик, чтобы получать мои послания, когда, что выходит на нашем канале YouTube. Обязательно ставьте вот такие пальчики, если понравились наши сказки, и пишите мне, и обязательно рисуйте. Рисуйте солнышко. Вот как вы поняли, что солнышко меняется в течение года и всем дарит свою мудрость? Как вы поняли, что такое круг жизни? И, как в предыдущей сказке, спрашиваете ли вы совета у взрослых, когда хотите сотворить какие-то новые дела? Творите добро, и добро обязательно вернется вам в столице. Ваш кот Баюн. Солнце, Леслави, да нас благослови, Солнце славится, Ай, земля радуется. Солнце, Леслави, да нас благослови, Солнце славится, Ай, земля радуется. Солнце, Леслави, да нас благослови, Солнце славится, Ай, земля радуется. Продолжение следует...